Вы все знаете, что здесь произошло. Может кто-то если не знает, я дедушка. Хальматки. Ну что я хотел сказать. Кто был два года назад, им огромное спасибо, что помогали. Многие всю ночь ходили, искали. Ну видите, как получилось, что у нас под носом она была. Но это вина то, что под носом была, это вина правоохранителей органов. То, что здесь вот стояли, здесь многие, и участковые были, и другие были. Я их не знаю, по именам не знаю. Вот они стояли, курили. Когда им говорили, что надо по квартирному обход делать, никто ничего не шевелился. Мы, родители, и кто здесь был, они не могли по этим квартирам пройтись. Потому что у нас не было таких полномочий. Участковый мог, любой участковый мог зайти, тем более здесь участковый мог зайти. Сказать, давайте ребята, организуем это дело, ну, каждый подъезд по несколько человек, и пройдемся по квартирам. Ну, никто этого не сделал. Это прямая ихняя обязанность была. У меня претензий к правоохранителям органов. Не всем, конечно, которые работали два года, они смогли раскрыть это. Ну, первые 3-4 дня она живая была, и никто ничего не предпринял. Ну, еще что, мы, конечно, рады, что поймали этих убийц. То, что предь, у всех тут дети есть, у всех родителей, чтобы могли своих детей выпускать безбоязненно. Если бы это преступление не раскрыто было, то неизвестно, что и дальше тоже было бы. Но сегодня, и еще, я хочу этим инстаграмщикам, которые сидят и пишут, что не эти, что те, что другое. Я хочу им сказать, что это те люди, кто совершил это преступление. Два года это раскрывалось. Просто так полиция тоже не арестовала бы. Перестаньте писать просто, и все. Вот, что я хотел сказать. Если кто-то... Вот, где ее можете снять? Вот отсюда, вот, с этого подъезда она вышла, прошлась вон в тот магазин. Вот магазин здесь. И рядом подъезд. И никто в этот подъезд не зашел. Оказывается, никто не проверял эти квартиры. Хотя отец этого ребенка говорил, давайте проверим вот это. Далеко не могла пойти. Мы могли же это все сделать. У меня все. Спасибо. Я пошел на туфель, не будем говорить. Потом четвертый день, это получилось 2-го числа. Это уже получилось, только я сделал, где-то пол 11-го, последний день когда оставался. Кушать, пока я согрел, потом мне подошел, кушать приготовил, подошел к ней. Также она мне говорит, мне, дядя обещал мне 2-го, 11-го, когда позвонишь, я домой хочу. Я сказал ей завтра. Я сделал, ждал момента, пока она уже начал. В этот момент я ей поделаю раз, три. Вот так. Продолжение следует...